Привет, мои дорогие! Сегодня я хочу рассказать о том, как марафон повлиял на мою жизнь, на мои суждения, на все, что сейчас происходит. Это благодаря, конечно же, марафону Ольги Валяевой. Все началось с того, что когда мы в январе отдыхали на Бали, я увидела рекламу о том, что начинается набор на данный марафон. Я, не раздумывая, сразу посоветовалась с мужем и решила в нем участвовать. Муж, конечно же, поддержал меня, одобрил и сразу оплатил участие. Я была счастлива, я была довольна, но не понимала сути, что конкретно в данном марафоне мы будем прокачивать. Как только начался марафон, я поняла, что мне тяжело в нем участвовать. Да, мой мозг сопротивляется развиваться, он не хочет делать лишних движений полезных. В данный момент я не понимала, какой пользы приносил мне ежедневный отчет, ведение ежедневного дневника. Но где-то в середине марафона я поняла четко, что от того, что я веду дневничок свой ежедневно, записывая свои мысли, свои суждения, какие я принимаю решения, что я делаю в течение дня, какую приношу пользу миру, я фиксирую все в данном дневнике. Данный дневник очень четко отрождает то, что у меня происходило в течение дня. Я наглядно могла посмотреть, могла увидеть, насколько хорошо я сработала в этот день, где я могла себя похвалить, кому я могла выделить какую-то свою мысль, какую-то выделить благодарность, поблагодарить всех, с кем я в течение дня взаимодействовала. Это очень крутая прокачка на самом деле, потому что мозг в данный момент очень раскрывается, и осознание дает ответ, который я задавала сама себе. Раньше я не обращала на это внимания и не понимала, как же могут влиять мысли на дальнейшие суждения и действия. Оказывается, более осознанное проведение сегодня и фиксация всей полезной информации в течение дня куда-то в одно место. При аккумулировании данной информации происходит просто бум, просто взрыв, мозговой штурм, а потом какие-то приходят инсайты, которые раньше в голову совершенно не приходили. Мне доставляло это большой кайф и радость, потому что я понимала, какой позитив и заряд энергии я получала в течение дня от поставленных вопросов и ответов на них. Делая пользу миру, я понимала, что да, действительно, это именно то, что мне нужно, и без данного дневника день у меня оказался пустой. Сейчас же, когда у нас марафон уже подошел к концу, я по привычке продолжаю вести дневник у себя в ежедневнике, потому что это вошло в мою привычку, и я уже без этого просто не могу. На самом деле это очень крутая мотивашка, очень крутая прокачка полностью своих мыслей, своих суждений, и прокачка своего сознания и осознания, потому что, когда ты выражаешь благодарность другим людям, ты на следующий день хочешь благодарности выделить намного больше и осознанно уже это делать. Не просто так пустые слова, а более осознанное, понимая, с толком, с чувством, с расстановкой. Далее понимаешь и осознаешь, что конкретно ты сделал, что я конкретно сделала для себя. В данный момент я буду говорить про себя, а не в третьем лице, как любят. Я понимаю, что на самом деле дневник просто уникальный по прокачке осознания. Просто мой муж в восторге от того, что как я меняюсь, какие мои действия. А у меня спрашивает, это ты из марафона Ольги Валяевой взяла? То есть он уже чувствует, что здесь идет какой-то шаг вперед, и что-то здесь происходит. Благодарю всех за внимание, меня сынули уже требуют. Я очень счастлива, что я участвовала в данном марафоне. И желаю всем, кто в данном марафоне будет в дальнейшем участвовать, таких же крутых осознаний, крутых результатов. Я знаю, что у вас у всех все получится, потому что, ну, собственно, при ней в примере могу сказать, что очень круто все получается, и очень круто это все можно внедрить в свою жизнь. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Целую. Спасибо Ольге Валяевой за данный марафон. Пока.